Приветствую вас. Я не детский психолог, поэтому я надеюсь, что именно детский психолог вам ответит и соответственно даст более, так сказать, превентивные рекомендации, более превентивную обратную связь. Я с твоей стороны хочу сказать, что, по моему мнению, ребенок уходит в протест, а по моему мнению, ребенок у всех сил пытается привлечь внимание к себе, в том числе и ваше, то есть есть ощущение, что вот это все делается для привлечения внимания, для, ну, изменения. Такого ощущения, такого состояния, когда тебе кажется, что ты ничего не значишь, что ты пустое место. И плюс ко всему нужно понимать, что то, что девочка делает, это же адреналин, то есть она посвятит экстрим. Вот. Человек уходит в адреналин в том случае, когда он пытается сбежать от мира, пытается сбежать от, ну, давайте скажем так, пытается сбежать от какой-то реальности, которая не нравится, не нравится, вот, и когда чувствует свою жизнь, ну, какой-то вот, пустой. Здесь есть небольшие, по счастью, небольшие, элементы аутоагрессии, что говорит о том, что репорт, может подавлять в себе какое-то чувство гнева, чувство болезненности, может быть какое-то чувство отторжения и чувство всегда за что-то. Я могу предположить самое, наверное банальное, вот то, что как-то это связано с отцом, может быть ребенка, а девочка, то есть вот, ну, если отца нет, вот, то она может от этого следить. И как бы это может быть достаточно серьезной такой проблемой для ребенка. Вот в том смысле, что это может действительно ее как-то, ну, подавлять. Это может действительно как-то ее дискредитировать, это действительно может ее, вот, ну, мотивировать на какие-то действия, да, не на самого лучшего плана, не самого лучшего характера. Вот. То есть это очень, вот, похоже на, знаете, такое вот, я бы сказал, я бы сказал, это похоже на реакционное поведение. То есть победение, когда основой такой, основой его является некоторая, некоторая реакция, на, ну, какое-то событие в жизни, вот, не очень приятное может быть, вот, не очень такое вот, приемлемое, вот. событие для, ну, для ребенка я имею ввиду, конечно. Вот. То, что можно, в принципе, ответить. То, что можно, в принципе, ответить. А ругать, ну, ругать, 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 действительно бесполезно. Вот. Насколько их я знаю, это никогда не помогает, вызывает только агрессию, вот, лучше больше 5, но здесь нужно скорее стараться дать, понятие дать девочке, то, чем она нуждается, то, чем она нуждается. Чего она хочет. Вот. И, соответственно, таким образом постараться решить ее проблематику, чтобы она не была. может быть, естественно, решение ваших проблем и подавление ваших определенных, например, ну, может быть, трудностей, которые могут быть непосредственно у вас и, соответственно, ребенок, который это считывает и, может быть, испытывает вину за то, что, например, вы страдаете. Ну, допустим, я не говорю, что это 100% так, я не говорю, что это 100% про вас. Но, может быть, как вариант, вполне себе, поэтому я бы не исключал, не исключал бы, вполне себе, может быть, это определенные действия, связанные с попыткой. Вот. Вот. Привлечь внимание отца. Вот. Ну, просто вот есть, может быть, у нее такая вот потребность, потребность в том, чтобы привлечь внимание отца. Вот. 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 Тут вообще довольно много вариантов, может быть, может быть, вот. в том, чтобы мне кажется, кажется, что, ну, нужно подходить к этому вопросу максимально, корректно и максимально обстоятельно. Не торопит. Вот. Вот. Можно наделать ошибок. Вот. Этого бы не хотелось, я думаю, я думаю, не вам, не вам, не вам. Ну, никому бы еще. Вот. Своей стороны, вы почему-то говорите о смерти, ну, то есть, ей вы говорите о смерти, что она хочет умереть. Это, на мой взгляд, довольно такой показательный момент. Вот. То есть, ну, для меня, по крайней мере, это довольно, довольно интересный момент. Почему вы, эээ, говорите о, почему, по вашему мнению, эээ, ребенок может, эээ, хотеть умереть. Вот. Вот. Как вам такая мысль пришла в ээго? Вот. Эээ, много, 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 много здесь различных вариантов, эээ, того, что сейчас происходит с ребенком. У них, конечно, были честно, наверное, справиться с ребенком, что, эээ, раскрепанные чувства, такие вот у девочки, это, эээ, раскрепанные, это раскрепанные ваши, эээ, чувства. Но вы, эээ, с ними справляетесь, а вот, эээ, ребенок нет, ребенок не может справиться, и, эээ, из-за этого такая вот история происходит. Вот. Повторюсь, это очень похоже на просто избегание на уход в, эээ, в другую какую-то реальность, эээ, вот, на уход на какой-то другой мир. Вот, это похоже на, эээ, то, что, эээ, на протест, на, на, эээ, крик такой, эээ, заметьте меня и так далее. То есть, я бы здесь, эээ, поставил бы вопрос, наверное, таким образом. Эээ, когда, эээ, все хорошо, то есть, ну, когда ребенок видит тебя, по-вашему мнению, хорошо. Как я общаюсь с ней, вот, то есть, ну, я общаюсь с ней, эээ, вот, эээ, качественно ли, или не очень, эээ, много уделяю, например, ей внимания, не очень много уделяю ей. Эээ, времени и так далее, да, то есть, вот, это очень важно, если вы общаетесь, эээ, с, эээ, с ребенком, ну, скажем так, только, только, эээ, когда, она делает что-то не так, но она и будет делать что-то не так, потому что, таким образом, пусть и через негатив, она получает, эээ, ваше внимание. Я думаю, что еще, если вот интерпретировать то, что девочка делает, то это можно довольно, ну, довольно легко можно сказать, что, что человек ищет некой какой-то свободы, да, вот. Просто, свобода ищется человеком ищется свободы, ну, вот, а человек чувствует себя не свободным, человек чувствует себя ущемленным чем-то, это тоже очень важно. Разобрать, в первую очередь, в вашем контексте, потому что вы имеете, очевидно, больше способностей к осознанию и корректировать. А ребенок, уже глядя на вас, сможет это все поправить. В этом все, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok